это маша в походе 27 выпуск летний байкал самое глубокое озеро мира глубина достигает 1637 метров это 20 процентов мировых запасов пресной воды а возраст байкала уже более 25 миллионов лет только представьте да вообще эту цифру я была здесь на зимнем байкале кто смотрел кто помнит этот ролик и я вернулась сюда летом чтобы показать вам совершенно другой байкал летний совершенно другой мир я покажу самые лучшие места которые точно нужно посетить если вы сюда приедете ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ну и давайте уже смотреть это все вместе тальцы это архитектурно-этнографический комплекс музей под открытым небом площадью 67 гектаров здесь представлены уникальные памятники история и архитектуры которые были спасены когда строили элимскую газ и нужно было затопить поселки здесь представлены четыре историко-культурные зоны бурятская и венкийская тофаларская и русская буряты и венкитофы это коренные народности прибайкалья и здесь вот как раз можно увидеть как они жили узнать об их традиции посмотреть быт очень всем советую взять экскурсию она здесь недорогая и вообще доехать до этого музея он на по дороге в листвянку это примерно 30 40 минут от иркутска про медом ближайшее место от иркутска где можно увидеть байкал это листвянка поселок находится примерно в часе езды от иркутска это достаточно такое туристическое развитое место здесь есть гостиницы магазины знаменитый нерпинарий везде торгуют рыбой очень советую посетить байкальский музей там можно посмотреть нерпу и астрофизическую обсерваторию где можно посмотреть через телескоп на солнце чуть выше байкальского музея сейчас мы тут тоже поднимемся находится камень черского вот один из способов подняться на этот камень это канатка из тлен здесь горнолыжка зимой вы поднимаетесь доходите до смотровой площадки совсем далеко здесь и обратно можно спуститься по тропе именно в листвянке вы можете увидеть место где ангара вытекает из байкала это единственная река вытекающая из байкала самый крупный приток енисея очень хорошо видно как раз камня черского это место на ютсу учеба я на руке и сам милой а здесь еще не пейка смолен тюрьгу и пора но не тело не И знаменитые бузы, или они же козы, вот так выглядят как юрта с дырочкой сверху, рубленная говядина внутри, и по-моему там есть еще лук, но должен быть по крайней мере лук и бульончик внутри. Откусывается сбоку, допивается вот этот бульончик, он такой достаточно насыщенный прям. Субтитры сделал DimaTorzok Самый большой остров на Байкале, две трети его занимает лес. Здесь Байкальский национальный парк находится, и нужно покупать билет в этот национальный парк обязательно. Самый большой поселок находится практически посередине острова, называется он Хужир, мы здесь и живем. В Хужире находится та самая знаменитая шаманка, скала, столбы Сергея, на который мы сегодня тоже сходим вечером, посмотрим закат, сделаем такой небольшой шаманский обряд с ленточками. Только в 2005 году сюда, на остров Ольхон, было проведено электричество. Это была очень большая, сложная и уникальная работа для наших российских специалистов. Этот проект окупится только в 2055 году. На него было потрачено более 400 миллионов рублей. КОНЕЦ 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 Визитная карточка Ольхона, скала Шаманка, где по преданиям жил Бурхан, шаман. В древности здесь совершались разные культовые обряды. Одно из девяти святынь Азии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это вот мы проходим из три брата. Младший, средний и старший. И вот у среднего видно даже черты лица. Глаза, нос и рот. Вон, видите, такая расщелина небольшая. Это глаз. Продолжение следует... Чтоб волосы не белые были. Слышишь? Да, давай! Я не могу. Почти бабку дам. Нет, не идет. Да, белые волосы тебе к лицу. Не белые? Да что ты мне там делаешь? Вообще какой-то кошмар на голове. Аааа, у меня нет расчески. Ты хочешь, чтобы у тебя пробороск горевший был? Или чтобы волосы некрасивые? То и то хочу, чтобы было нормально. С кайфом! Не-е-е. Мы с удовольствием понесли, мы уже готовы, да. Ааа, ура! Удобно? Самая удобная проходимая машинка, которая справляет с местными дорожками. Сейчас мы находимся на севере острова. Сюда мы доплыли на нашем катере. Обратно мы поедем на Буханках, посмотрим с высоты. Если вы хотите увидеть настоящий Байкал, то вам обязательно нужно поехать на остров Альхон. Самый большой остров на Байкале, площадью 730 км квадратных. Этот остров считается сакральным центром северного шаманского мира. Самая широкая часть Байкала это 80 км. И проходит это как раз практически рядом с самой северной точкой острова Альхона, мысом Хабой. Лучше всего, конечно же, останавливаться в Хужире, где в целом есть все для туристов. И гостиницы, и кафе, и сувенирка, все-все-все. Там же организуют экскурсии, куда вы только захотите. Конечно, тут есть всякие еще новоделы для туристов. И вот одно из них, это вот такое дерево из бронзы. Туда можно встать, сфоткаться и загадать желание. Идет очередь, чтобы сфоткаться с этим прекрасным объектом. Сейчас мы уже опять находимся. На материке мы переплыли с острова в западный берег Байкала. Это более дикая такая сторона Байкала. Там сейчас вот есть святой источник, я покажу. Можно набрать чистой вкусной водички, попить ее. В целом из Байкала можно пить воду. Мы, например, это делали и из-под крана мы здесь пьем воду. На Байкале живут, обитают, растут более трех с половиной тысяч растений и животных, из которых две шестьсот – это эндемики. То есть это те растения и животные, которые есть только здесь, только на Байкале. Остров Огой, буддистская ступа просветления. И здесь можно загадать желание. Нужно пройти 108 кругов по часовой стрелке вокруг ступы босиком и молча. Внутри ступы, кстати, находится земля со всех континентов, вода из всех океанов. Поставили ее довольно-таки недавно. Находится, на самом деле, совсем недалеко от Ольхона. Вот он уже, остров Ольхон, где мы живем. Мне кажется, что, даже не кажется, я уверена, что зимой на буханках по льду мы сюда добирались значительно быстрее, чем на катере. И уже по давней традиции я отправляю вам открытки из мест, которые я посещаю, где я снимаю видео. Вот тут вот я подписала, написала разные приятности. Очень красивые, кстати, посмотрите, открытки. Это рисовал художник Урбаханов. Его фамилия. Очень красивые открытки. И вы, в том числе, можете получить от меня открытку. Просто оставьте свой почтовый адрес на вот этот email, который вот тут вот сейчас появится на экранчике. Я каждый раз выбираю один адрес и отправляю туда открытку. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот и все. Пора возвращаться нам домой. Я показала вам много красивых, интересных мест. И очень надеюсь, что вы тоже сюда приедете и сами все это увидите. И что мое видео было для вас полезным, познавательным и интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч в новых выпусках, в новых походах, в новых путешествиях.